друзья всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели то есть мы снова на финансовых рынках и вместе следим анализируем ключевой фундаментальный фон который на площадках сложился и который влияет разумеется на динамику финансовых активов ну что ж давайте начнем с рынка нефти который чуть-чуть подрастает 2634 это то что мы видим сейчас по бренду вчера друзья мы с вами определились с конкретным сценарием того ну лично как я буду действовать со своей остаточной позиции как вы помните основной объем я уже давно закрыл но хочется еще снять побольше сливок именно на возможности повторного ухода к тем минимальным уровнем которые видели я не призываю вас друзья тотальной сейчас как в омут с головой бросаться на продажу особенно если вы этого еще не сделали и в принципе не смогли ничего выжать из того нисходящего ралли просто я делаю акцент на то что у рынка нефти сейчас основание для снижения ровно столько же сколько и раньше то есть этот рынок сохраняет потенциал для ухода к прежним минимальным отметкам мы вчера ориентировались на данные по запасам и всерьез полагали искренне полагали что эта статистика усилить опасения относительно нехватки производственных мощностей хранилищ для нефтянки в принципе так оно и вышло но единственное что запасы выросли не так сильно как хотелось бы прям продавца вместо прогноза в 10 миллионов фактически просто составил только 8 и 9 но только это слово которое мы возьмем в кавычки 8 и 9 это все равно много повторюсь друзья что в перспективе ближайших двух-трех недель ситуации с ростом запасов она скорее всего не то чтобы скорее всего на сто процентов продолжится поэтому тема трейдеров спекуляции относительно того что негде хранить нефть она останется главной действующей силой и я думаю что эту тему мы сможем смаковать все буквально до экспирации июньского фьючерса которая состоится 19 мая поэтому друзья держим короткие позиции контролируем загрузку депозитов я думаю что будем уже разворачиваться после 19 мая ну а в перспективе у нас ближайшие две-три недели торговли через короткие позиции доллар индекс американской валюты 99 65 в целом те же самые уровни что были день назад заседание федрезерва данные по ввп не смогли раскачать движение доллара и привести к тому чтобы он отправился в нужном нам направлении я имею ввиду нужным для покупателей направлении по статистике друзья первый квартал американская экономика закрылась показателем экономического снижения 48 процента это хуже чем прогноз прогноз был четыре процента во втором квартале ситуация будет гораздо хуже то есть сейчас можно сказать что темпы экономического роста которые мы увидели проблемы это только верхушка айсберга дальше будет хуже сегодня в 15.30 нас ждут данные по личным доходам личным расходам американских домохозяйств и конечно же наш любимый в последнее время отчет по заявкам на пособие по безработице где мы снова ожидаем прирост числа обращений новых больше чем на 5 миллиона не буду повторять друзья а сколько мы видели этого прироста за последние шесть недель если кому интересно можете в экономических календарях провалиться непосредственно в отчет и посмотреть хронологии этого прироста но ситуация удручающая вы все прекрасно знаете заседание федрезерва ставку оставили на прежнем уровне как мы и предполагали 0,25 процента на пресс-конференции было сказано ровно то на что мы рассчитывали ситуация неординарная беспрецедентная американский регулятор не знает как экономика впоследствии будет выбираться из-за текущего экономического кризиса но будет ей всячески помогать используя все инструменты которые имеются в арсенале хотя честно признаться друзья федрезерва уже запалил все что у него на было это и ставки и беспрецедентные объемы программ количественного смягчения до программы ликвидности запросил даже поддержку так луарно от правительства как помните эти колоссальные по объему пакеты финансовой помощи которые также пришли на помощь американской экономики очень рано говорить гоп пока не перепрыгнули тем более что для американской экономики это очень актуальная сейчас поговорка возможно повторение инцидента с ростом количества заболевших снова скажем новая волна регистрации смертельных исходов и вспышки друзья коронавируса конечно же лучше чтобы этого не было я очень надеюсь то что все таки мы потихоньку тему пандемии будем отпускать но все таки я отмечу друзья не забывайте что с кризисом общественного здравоохранения проблемы для экономики экономик никуда не денутся мы просто перекочуем в новостной фонд связаны с классическим финансовым экономическим кризисом и федрезерв в принципе сделал четкие установки в ходе вчерашнего заседания и выступления павла на то что худшие времена возможно еще не позади что это значит долларов друзья будет расти неуклонно будет расти но может быть сейчас в это очень трудно поверить но я уверен то что мы увидим такую динамику золота укрепляется 1712 долларов за тройскую унцию сегодня эстафету монетарной решительности принимает европейский центральный банк и вот сегодня внимание на евро 1 0 8 58 сейчас котировки было бы супер если бы мы сегодня добрались до уровня 1 0 7 0 и хотя бы приблизились к этой отметке до заседания европейского центрального банка нас ждет отчет по темпам экономического роста еврозоны за первый квартал цифры друзья там скорее всего будут очень плохими накануне вышли данные по индексу настроения потребителей уровню доверия потребителей индекс настроения в промышленном секторе посмотрите в экономическом календаре цифры хуже некуда и сегодня с этой статистикой европейский центральный банк будет работать с прессой и в целом я уверен то что могут прозвучать намеки на готовность расширить объемы программы количественного смягчения даже несмотря на то что она уже была анонсирована больше чем на 1 триллион евро поэтому друзья сегодня ждем темпы экономического роста ждем слабые цифры потом переключаем внимание на ставки в 14 45 по времени и еще безусловно пресс-конференция которая также будет должна стать негативной для динамики евро фунт против доллара 1 2463 сегодня джонсон скорее всего с анонсирует во время пресс-конференции сохранение жестких мер социального дистанцирования потому что англия еще не миновала пик по росту количества заболевших от коронавируса для фунта это безусловно негатив я предлагаю селс топ как и раньше с уровня 1 2370 биткойн особая тема 9184 доллара мы видим сейчас прирост за последние дни больше чем на 30 процентов друзья я предлагаю обратить внимание для тех кто спекулирует сейчас крипто и на индекс крипто фиран грит это индекса настроение который фактически зашкаливает а буквально в первую половину дня вчера я видел значение 28 сегодня уже 44 такие показатели индексу указывают на то что все верят в дальнейший рост а этот индекс рассчитывается на основании волатильности опросов в социальных сетях настроениях текущей динамики которую показывает bitcoin и все это перед халвингом ребят который мы ждем буквально через несколько дней халвинг напомню что это сложный механизм сокращения вознаграждения за майнинг вдвое он в принципе предназначен для того чтобы предотвратить инфляцию в системе биткоина благодаря халвингу последний биткоин будет добыт только в 2140 году у нас не только настроение как крипто энтузиастов позитивные в отношении биткоина но еще и опыт друзья благодаря которому мы говорим что в ходе после этого халвинга рост биткоина может продолжиться последний халвинги 2 их было в двенадцатом и шестнадцатом году после этого биткойн действительно очень неплохо прибавил я думаю что мы увидим повторение схожей динамики сейчас повторюсь 9184 доллара на данный момент рост больше 30 процентов нужно поискать вообще еще какой-то другой актив который мог бы принести но сопоставимый профит и доход но я думаю что это еще не предел друзья нужно ставить на дальнейшее восстановление и ждать котировки биткоина уже выше 12 тысяч за одну единицу на этом все большое спасибо за внимание всего доброго до свидания